В Петербурге поймали мошенников, которые выманили у пенсионеров 4 миллиона рублей. Задержанные продавали биологически активные добавки по неоправданно высоким ценам, а на покупку уговаривали просто. Они представлялись налоговиками и внушали пожилым людям, что потраченные деньги вернет государство. Максима Блендер изучил новую схему привычного обмана. Каждый шаг дается Ирине Соломоновне с большим трудом. Возраст вдобавок к последнюю неделю пенсионерка провела в больнице. У меня был гипертонический кризис. Из-за этой истории? Ну, окружение было очень сильное. Неудивительно. Мошенники украли у жительницы блокадного Ленинграда миллион рублей. Тут кого угодно удар хватит. Ложи. Предполагаемого главаря задержали утром. Оно для него началось под стать надписи на футболке. По хардкору. Откуда у безработного из Казахстана стопки денег и базы данных от ГИБДД до пенсионного фонда, он признался сам. Дедушки, бабушки, которых обманывали, вытягивали из них деньги. Среди этой пятерки и якобы инспекторы налоговой, и руководство Центробанка. Именно так мошенники представлялись жертвам. В настоящее время выявлено 4 противоправных деяния, совершенные злоумышленниками в течение последних 4 месяцев. По предварительным подсчетам, общий ущерб составляет около 3,5 миллионов рублей. За что задержаны, знаете? Мошенничество, получается, обман пенсионеров. То есть людей пожилого возраста. Вы раскаиваетесь? Да, рассадеянность. Клиентов искали по тем самым нелегальным базам. Здесь и дата выхода на пенсию, и контакты, пробный звонок и вопрос. Не покупали ли вы биодобавки? Если следовал ответ «да», считай, успех обеспечен. Всю жизнь обманутая пенсионерка работала здесь, в институте экспериментальной медицины. Вирусолог, аллерголог, ученый, но даже ее удалось поймать на свою удочку мошенникам. Ключевые слова «компенсация» и положенные вам по закону выплаты сделали свое дело. Обещали возврат денег от государства, только оплатите налоговые сборы, открытие банковского счета, страховку. Но компенсации не приходили, а личные сбережения таяли. Я на эту тему не буду разговаривать, потому что у меня от этого давление повышается. После разговора со следователем я просто завязала эту всю тему. Юристы предупреждают, государственные компенсации и налоговые вычеты никто не отменял, но не за биодобавки и без затрат на оформление. Лекарства, назначаемые врачом, подтверждается то, что человеку назначили эти лекарства рецептом. Сумма подтверждается чеком. И вот этот комплект документов может послужить основанием для возврата налога. Но налог возвращается максимум со 120 тысяч рублей. Таким образом, 13% от 120 тысяч, это получается 15 600. Центробанк пенсионеров не обзванивает. Налоговая беспокоит лишь в исключительных случаях, да и то, если человек сам подал документы на оформление вычета. Я ничем не виноват. Хорошо, я понял. Вы ранее привлекались к уголовной ответственности? Нет, да? Как и вся пятерка мошенников. Виноваты они или нет, выяснит следствие. Уголовные дела уже заведены. Максим Аблендер, Наталья Ленькова, Александр Макаренко. Известия специально для Пятого канала.